На улице становится очень жарко, прям лето. И если по календарю этого еще нельзя сказать, то по погоде уже в некоторых регионах так точно. И значит, что самое время менять одежду, менять обувь на более подходящие варианты. И вот про обувь, про кроссовки давайте сегодня поговорим. Всем привет, народ! Я вас рад видеться на канале. И как обычно, сразу первым делом я прошу вас, что? Включить VPN. Это очень сильно мне помогает. Это, пожалуй, будет самая большая помощь моему каналу. Если вы это сделаете, скажу вам огромное спасибо. Также прошу вас не забывать подписываться на этот канал. Прошу вас не забывать подписываться на мои остальные соцсети. Допустим, как Telegram, где я на ежедневной основе выкладываю свои образы и подробно рассказываю, что за вещи надеты. Или, допустим, Instagram, где на ежедневной основе в сториз я показываю какие-то части своей жизни, какие-то образы, аутфиты, видосы. В общем, везде много всего интересного. Поэтому, если что, буду рад вас видеть. Итак, кроссовки. Кроссовки вообще на лето, на жаркое лето, в целом не являются супер лучшим вариантом. Я надеюсь, вы это понимаете. Какой бы ни была хорошая сетка, она все равно не будет так хорошо продуваться, не будут нога так хорошо проветриваться, как это будет в сандалиях или в каких-нибудь тапках. Но не всегда мы можем ходить в сандалиях. Не каждое мероприятие это позволяет. Не всегда мы можем пойти в сланцах. Иногда нужно надевать кроссовки. И поэтому это всегда будет такое-таки преткновение. Я сразу же рекомендую всем тем, кто мне будет говорить, да невозможно ходить в кроссовках летом. Возможно, просто как бы, ну, не нужно этого делать тогда, когда есть возможность одевать те же самые сандалии. Или когда на улице плюс 40 вы идете куда-то гулять 4 часа. Не надо одевать какие-то кроссовки, если у вас есть возможность одеть другую обувь. Также я сразу же говорю о том, что, естественно, я не могу судить об удобстве кроссовок. И, конечно же, в этом видео мы оцениваем только визуальную составляющую той или иной обуви, то, как она смотрится, то, насколько она будет, допустим, актуальна или неактуальна, и что вообще можно понять, я вам накидываю какие-то идеи. Из этого вы можете выбирать. Вы сможете пойти потом в магазин, примерить, посмотреть, удобная она или нет, и уже сделать свои выводы, сделать выбор, стоит вам брать или нет. Опять-таки для всех удобства разное. Короче, поехали к подборке. Первым и самым лучшим вариантом, который только может быть, по моему личному мнению, является New Balance 530. И их сейчас невозможно достать. Особенно просто в какой-то серой расцветке, белой расцветке. Их просто нигде нету. Поэтому, если они у вас есть, или у вас какая-то есть возможность их сейчас купить, то это просто, я вас поздравляю, вы невероятный везунчик. Это та пара обуви, которые, например, те кроссовки, которые можно носить летом. Но вот что делать, если их нет? А формат вот сетки, вообще такой формат обуви С4, похожие модели вам очень сильно нравятся, то я рекомендую вам посмотреть в сторону вообще обуви Asics, потому что у них много схожих моделей, много схожих силуэтов. Они в целом там, кстати, очень сильно, ну, с одной стороны, можно сказать, одатипные, с другой стороны, они, конечно, разные, но, в общем, похожих моделей там довольно много. И все, что касается удобства, вообще, мне кажется, про обувь Asics, но, во всяком случае, я никогда не встречал вот откровенно неудобных кроссовок. Поэтому, если вам нравится визуал, смело можете брать, скорее всего, они будут вам удобные. Например, гель Квантином 360, как мне кажется, очень интересная модель, на которую стоит обратить внимание. С ней можно придумать много, я уверен, интересных аутфитов и спортивной тематики, и с эклектикой связанных. Короче, обратите внимание на эту модель, ну, и, помимо всего прочего, там много всего интересного. Или вы можете обратить внимание на такой бренд кроссовок, как Bona. Это сейчас, мне кажется, один из самых популярных, вообще, брендов, потому что он сейчас на слуху, он вот начинает потихонечку как-то выстреливать. Об этом говорил Макс, и я, собственно, заметил, как раз-таки эти кроссовки там. Вы мне много, кто о них говорили. Действительно, визуально очень крутые кроссовки, стоимость очень доступная. И они, на самом деле, очень похожи и на 530-ый, и чем-то они напоминают марафоны от Axel Rigato. Вот есть у них какой-то такой силуэт, ну, интересный, и в то же время цена, и в то же время сетка. Обратите внимание на них, если вам они понравятся, то почему бы их не взяли? Единственное, что я бы там сделал, это, наверное, как-нибудь срезал бы шильдик Bona, но он мне очень не нравится. Следом, следом на очередь идет кроссовки от Acne Studio, модель называется Trail, они мне визуально очень симпатизируют уже довольно давно. Модель далеко не новая, но она до сих пор весьма актуальна, приятно смотрится, и, к сожалению, их, конечно же, тоже достать будет очень и очень сложно. Но, если вам нравится подобный силуэт, есть некая альтернатива. Допустим, такие кроссовки есть у бренда Lacoste, и я считаю, что, несмотря на то, что они, конечно же, далеко не похожи, и это не братья-близнецы, и вообще кроссовки от Lacoste мне чем-то даже напоминают Adidas Advigo, которые я не очень люблю. Если вам такой силуэт нравится, то обратите внимание, потому что там тоже есть сетка, потому что в целом есть схожие какие-то формы, и мне кажется, это будет необычный и интересный вариант, который тоже можно интересно сочетать. Кстати, сразу же хочу сказать, что альтернативные модели, вот, допустим, такие как Lacoste или прочие, я на которые сегодня буду ссылаться, есть на сайте Superstep. Очень сильно благодарен ребятам за то, что они делают. Тут для вас у меня, как всегда, есть промокод на 15%, который действует до 30 мая. Ну и, собственно, как всегда, огромное спасибо магазину Superstep за то, что в такие времена у нас в целом есть какие-то кроссовки, которые можно пойти купить как в онлайн, так и в оффлайн-магазине в довольно большом количестве. Поэтому, если вы до сих пор не знали, где себе можно купить кроссовки, пожалуйста, в магазин Superstep переходите, покупайте. У меня оттуда уже три пары обуви, и я всем безумно доволен. Держимся дальше, и, конечно же, я не могу обойти стороной белые кеды. Белые, низкие, тонкие кожаные кеды, которые должны быть в вашем гардеробе, когда их еще носить, кроме как не летом. И если кто-то хочет сказать, что в кожаных кедах будет жарко, нога там будет не дышать и прочее, прочее, вы должны понимать, что это не та обувь, в которой нужно ходить по максимальной жаре на пляже, или ходить там тонны часов по улице. Это обувь по случаю, которую нужно надеть, например, на какое-нибудь мероприятие, или на вечер, или когда вы в целом находитесь в каком-то помещении, где работают кондиционеры, и вам просто нужно из точки А перейти в точку Б. В принципе, если вы это даже делаете по улице в 30 минутах, или это займет у вас 40 или час времени, я думаю, ваша нога точно не сгорит. Для меня из белых кед это 100% Акси Легото, Клин 90, обожают пару обуви, но, как вы знаете, сейчас такие пару обуви нам покупать очень сложно, поэтому, если вдруг у вас тоже нет такой возможности, то обратите свое внимание на, допустим, схожие модели, например, такие же есть у бренда Лакост. Да и вообще, много интересных кед есть у разных производителей, издалека, я уже говорил в одном своем видео, они в целом все очень похожи, с 5 метров, особенно вообще непонятно, какие конкретно это кеды. Выбирайте лично то, что вам нравится по визуалу, и уже исходя из этого, просто берите, носите, потому что, как я уже сказал, это та обувь, которая, в принципе, одевается по случаю, но она должна быть в вашем гардеробе и отлично подойдет именно на лето. То есть мы заговорили про кеды, я не могу обойти стороной. Такую модель, как Клаб 85 от Рибок, очень сильно мне нравится эта пара. Вообще, несмотря на то, что они немного побольше, переходят уже в формат кроссовок. Да, это не совсем то, о чем мы говорили ранее, но мне очень нравится эта модель. Я считаю, она отлично подойдет на лето. И да, она, возможно, будет также жаркая, и поэтому это на более такой прохладную часть лета, на вечернее время, или опять-таки для тех, кто может переносить жару в такой обуви. Но опять, когда, вот когда еще носить белые кеды? Ну вот когда. Поэтому я крайне настоятельно вам рекомендую ту модель, которую я вам оставлю в описании. Мне они безумно визуально нравятся, и советую обратить внимание именно вот на эту модель. Возвращаемся к небалансам. 327 моделька, очень комфортная, очень удобная, и в каких-то исполнениях с определенными материалами, я думаю, она отлично подойдет на даже довольно жаркое лето, потому что материалы там могут быть разные, может быть вроде как кожа, может быть и ткань. И поэтому, конечно же, все немножко будет разниться. Но что касается визуала, однозначно плюс, я все никак не дошел до покупки этой модели, хотя она мне постоянно нравилась, и несмотря на то, что пика популярности уже вроде как прошел, но это до сих пор очень красивые кроссовки, которые можно много с чем сочетать. Я уверен, что они хорошо будут смотреться и с брюками в определенном исполнении, и с джинсами, и со спортивной обувью, и шортами. Здесь просто дело уже в вашем воображении, в понимании того, как, что, с чем сочетать. Поэтому настоятельно рекомендую вам обращать внимание именно вот на эту пару. Разговариваем мы про НБ и забыли про самую важную, про самую, наверное, про вообще бате кроссовок, это 990-е. Ну, конечно же, 990-е у меня есть модель КВ-5, очень сильно люблю. И с натяжкой, наверное, кто-то сможет назвать эту модель прям вот летней. Но там есть сетка, и она очень хорошо, на самом деле, продувается. Это я почувствовал как-то раз, когда надел их весной, и дул холодный ветер, у меня пальцы просто отмерзли, на самом деле. Вот. Но в чем суть? Это прекрасная обувь, супер универсальная, подходящая под абсолютно все. Я уже миллион раз это говорил. В принципе, если вы можете ходить в такую обуви летом, то почему бы нет? Шикарная модель, берите и наслаждайтесь. Потому что, что касается удобства, что касается материалов, Небаланс 990-е, ну, просто шикарные. Я говорил вначале, любая обувь это компромиссы. И если мы говорим про кроссовки, то, конечно, они жарче, чем сандали. Но, допустим, вот у меня есть пара дираптов, которые полностью состоят из сетки, которые черных, которые я одеваю в аутфит Total Black, для того, чтобы, ну, вот, ходить, и у меня нога хорошо продувалась. Но при этом, чтобы, допустим, мне было удобно, комфортно, если я куда-то иду долго. Хотя летом, конечно, Total Black это тоже очень спорная вещь. Но все же, мне относительно нормально ходить летом в кроссовках. Я могу это сделать, и я понимаю, что если мне нужно куда-то пойти по определенному формату одежды, и мне нужна закрытая обувь, я надену кроссовки. Если мне будут нужны туфли, то я надену туфли. И какая бы жара ни была на улице, скорее всего, ничего с моей ногой за один день не случится. Если вы выбираете пару, в которой вы собираетесь ходить 24 на 7 каждый день, то, конечно же, надо будет ориентироваться, исходя из этих параметров, и, возможно, где-то жертвовать уже какой-то там визуалом, или, допустим, не знаю там чем, тем, насколько эти кроссовки актуальны или нет, и насколько ли они легко будут сочетаться. Конечно же, лучше, когда в гардеробе есть несколько пар обуви. Но все, что касается лета и закрытого типа, те кроссовки, которые я вам сказал, и те кеды, на какой-то короткий промежуток времени, а некоторые модели и на весь день, мне кажется, подойдут отлично. Но с точки зрения внешнего вида, к ним точно вопроса никакого нет, хотя можно зашкварить и эти модели. Точно так же, как и другие модели, можно носить очень здорово. И, как я всегда говорю, в принципе, не столь важно, какая конкретная обувь, какая конкретная модель, и важен аутфит весь в целом. То, как вы чувствуете, то, как вы сочетаете, какая стилистика, как вы это все скомбинируете, вот это должно смотреться хорошо, а не какая-то отдельно взятая часть. Возможно, если вам будет интересно, я сделаю видео в целом про обувь на лето, где будут там и какие-то сланцы, и какие-то сандалии, ведь есть у нас сандалии от Доктор Мартин, например, почему бы их не рассмотреть, или те же самые Биркинстоки. На самом деле, есть много интересных моделей, поэтому, если вам интересно, пишите об этом в комментариях. На этом у меня все. Еще раз повторяюсь, не забывайте подписываться на канал и остальные соцсети. Субтитры сделал DimaTorzok